Привет, друзья! Привет, зрители и подписчики канала MarsLife из зимней Чехии! С вами сегодня решили прогуляться в воскресенье, 7 февраля. Вот такая вот за моей спиной сказка зимняя. Вообще, честно, для нас это очень крутая погода. Люблю зиму, сам февральский, поэтому мне нравится такая погода. Всегда целый день мело, начиналось с дождя. В итоге вот такая вот красота, как вы сейчас видите, за моей спиной. Сейчас показываю, вышли мои девочки там. Девочки, привет! Так что вот решили прогуляться, вот такой вот формат сегодня делаем. Поговорим о том, о сём, о новостях, может быть, каких-то, о работе. Короче, подписываемся на канал, кто не сделал, усаживаемся, начинаем. Ребят, 7 февраля уже на календаре. То есть, кто не в курсе, в Чехии действуют новые правила въезда в эту страну. Сейчас всё поменялось и уже есть первые люди, которые заехали уже в Чехию, уже созванивались с некоторыми ребятами, уже списывались. И хочу вам сказать большое спасибо всем ребятам, всем зрителям, подписчикам, которые делятся информацией о тестах, о том, что нужно сделать, где сдавать тесты, в каких лабораториях. Это очень круто, важно. Вот кто-то на велике ещё ездит. Вот, поэтому вам огромная благодарность за это. Кто не смотрел это видео, обязательно посмотрите. И, честно, не ожидал, что будет такой большой спрос на это видео, потому что уже посмотрели больше 8 тысяч зрителей. И хочу, чтобы, конечно, видели его ещё больше, чтобы знали, что нужно делать в тех или иных ситуациях. Много вопросов, много недопониманий, есть ссылки, они все под видео. Туда заходим, там изучаем, там смотрим. Потому что я тоже не могу всё знать. Я живу в Чехии, я не в Украине, я не пересекал, на своём опыте не расскажу. Читайте комментарии ребят, которые едут. Это тоже очень важно и нужно. Все ссылочки, ещё раз повторюсь, под видео. Все главные ссылки, все изменения, которые, опять же, меняются, потому что было 48 часов, сейчас уже 72 часа до сдачи, до пересечения границы, до сдачи теста. То есть всё это есть, изучайте, смотри. По поводу тех ребят, которые уже приехали в Чехию, созванивались, общались и рассказывали, что есть такие лаборатории, которые не заполняют ваши данные, имя, фамилию. То есть это всё нужно смотреть, потому что делается всё в спешке какой-то, нужно быстренько поторопиться, это всё сделать, вложиться в те 48 часов, 72 часа. Скажу так, если вдруг какие-то формальности, что вы не успеваете получить тест, распечатанный с QR-кодом, который должен быть на английском, который нужно показать уже в чешском аэропорту, либо на чешской границе при пересечении, то, я вам так скажу, можно сделать в аэропорту этот же тест, либо по прибытию в Чехию в любой лаборатории уже в Чехии можно сдать сразу тест, и потом через 5 дней самоизоляции опять же нужно сдать второй тест. Поэтому всё, если вдруг вы не успеваете, опять же эта информация есть на Министерстве иностранных дел Чехии, можно приехать, сделать здесь тест, один первичный, так сказать, и второй же сделать уже по истечению 5 дней самоизоляции. Поэтому всё это реально, если вдруг вы там не успеваете, так что знайте, это можно сделать. До 14 февраля это всё реально. Почему до 14 февраля? Потому что в Чехии чрезвычайное положение действует до 14 февраля, и будут, опять же, заседать, менять. Не знаю, до какого числа будут продлевать, потому что, честно, народ уже бунтует, митингует, уже всё надоело, и сколько ещё продлится этот сериал под названием Чрезвычайное положение, неизвестно. Поэтому, да, это, конечно, по деньгам будет накладно, может быть, потому что 1700 крон нужно здесь отдать за тест, потом через 5 дней ещё 1700. Опять же, эти тесты нужно отдавать работодателю. Это указано чётко на сайте МГД Чехии, куда нужно отдавать эти тесты, кому, студентам, кто приезжает, нужно отдавать в школы и так дальше. Поэтому такая ситуация. Ещё один момент, ребят, расскажу о таком моменте, когда наш друг приехал вот сегодня, вчера, точнее, приехал в Чехию, и была такая ситуация, что перед посадкой на самолёт сделали запрос, показав тест, который он сделал в Украине, на Чехию, и Чехия написали им в ответ, что могли отказать во въезде, потому что не было полных данных о фамилии и имени этого человека. Соответственно, сделали какие-то запросы, и уже в аэропорту сказали, мы можем порешать эти ваши вопросы, ваши проблемы, заплатите денег в размере 50 долларов, и мы всё порешаем. Ребята, честно, это бред, на это вестись не нужно, потому что в Чехию вы, опять же, прибываете, и вы можете сделать этот тест. Хотите, ведитесь, хотите, платите, это уже ваше право, но чтобы знали, что есть такая ситуация, даже предлагаю вот такими вот ходами как-то обойти. Во-первых, поделюсь своим мнением, это, конечно, не очень красиво делается со стороны аккредитованных компаний, которые очень плохо относятся к тому, что неправильно заполняют данные ваши, в итоге на этом же наживаются. Уже они ещё не выехав из Украины, уже на границе, у вас пограничники ещё добивают, предложив всякие, не знаю, это пограничники, либо диспетчера, не знаю, ну, короче. Вот, поэтому не ведитесь на вот эти все разводы со стороны украинской стороны, потому что, честно, там 1600, там ещё 50 долларов каких-то, это ещё на секундочку 1400. В итоге потом золотая поездка выходит, ещё здесь нужно сделать тест, и потом ещё респиратор купить. Ну, короче, ребят, это, честно, бредядина такая очень сильная, поэтому я против этого, не то, что там я такой вот герой, знаю все нюансы, моменты, нет. Есть законы, есть правила, можно спокойно ехать в ту же Чехию, и здесь на месте опять же решать эти все вопросы, потому что у вас есть виза, у вас есть разрешение на въезд, тест вы сделали, если что-то где-то не так, то уже на месте здесь в Чехии конкретно прилетели, и будете разбираться. Поэтому вот такая вот ситуация, хотел предупредить, чтобы вы знали. Дальше, о работе. Что по работе в Чехии? Ребят, работа есть, работа будет всегда, автозаводы работают, склады работают, промышленность, питание, и всё остальное, всё работает. Да, может быть, нет каких-то там максимальных там 300 часов, 250 там, и так дальше. Ну, может, настройки, конечно, этого всего достаточно. Вот, смотрите, какая красота вообще, всё белое, снегу, просто огонь. Вот, так вот, по поводу работы всё есть. Минимум свой вы отработаете, и только вам уже решать, в реальности, хотите вы ехать, не хотите вы ехать, это уже всё только от вас. По поводу того, что, да, сейчас, опять же, когда было когда-то видео на нашем канале, стоит ли ехать в Чехию, в 21-м году, стоит ли ехать в Чехию на 3 месяца, что куча тестов. Да, первый месяц, как правило, всегда это отбивается все свои долги, которые вы там взяли в Украине, и так дальше. А второй, третий вы уже зарабатываете. Поэтому, у кого интересует работа в Чехии, Украина, есть вакансии, есть вариант, звоните, пишите. Вот это видео, пожалуйста, для вас специально же делал, вы же просили, я вам сделал. Поэтому, пожалуйста, узнавайте, общайтесь. Вот, а мы сейчас посмотрим, как Марьяха будет спускаться с горочки. Поехали. Ну, не судьба пока, конечно, спуск такой себе, но самое главное, чтобы было весело и радостно. Да? И все, идем дальше. А вот сейчас вас, ребята, заведу в такую вот заснеженную красоту, и Марьяна с пакетом на голове вам передает всем привет. Вот такая вот сегодня сказка у нас февральская под названием «Зима в Чехии». Чехи в шоке, что такая зима, у них там все скребут что-то там, машины свои раскопки ведут. Ну, а дети кайфуют, конечно, как наша малая. Так, рекламная пауза закончилась, короче, идем дальше. По поводу работы. Понятно, да? То есть, работа есть, можно ехать спокойно. Да, нужно проходить тесты, один-второй, с работодателями. Ну, в любом случае, опять же, есть работа и она высокооплачиваемая. Разные вакансии, разные суммы, пожалуйста, изучайте, смотрите. Кому это нужно, пожалуйста, я не заставляю, абсолютно. Вы просили, я сделал. Что дальше, ребят? Хочу рассказать вам о том, что будет на нашем канале. Сейчас занимаюсь монтажом видео, делаю субтитры на видео, на первое чешское видео, которое мы выпустим на чешском языке. Ну, на таком, конечно, ломаном чешском. Это о пенсии в Чехии. Мы сделали видео с чехом. Это такой маленький вам анонс. И сейчас идет монтаж. Скоро, в ближайшее время, мы его выпустим. Поэтому хочу вас попросить, чтобы вы поддержали максимум это видео. Для меня это очень важно, потому что занимает очень много времени на переводы, на монтаж этот. И, опять же, договорились с чехом, который изначально там не хотел сначала сильно светиться, так сказать, рассказывать. Но там будет общая информация о пенсии в Чехии с стороны Чеха. Поэтому, я считаю, будет интересно в это видео послушать, посмотреть, включите субтитры. Я для вас все это подготовлю, сделаю и можете изучать эту информацию. Будет касаться всех абсолютно иностранцев, кто живет в Чехии. В основном для четырех, конечно, категорий. Это Украина, Белоруссия, Молдавия и Россия. Почему, кстати, пишите в комментариях, как вы думаете, почему. Дальше. Мы планируем также проводить стримы, проводить стримы в будущем по страховкам хотим с нашим другом Александром Литвиненко, который расскажет о видах страховки, об изменениях, об нюансах. Думаем об этом тоже. Будут стримы и на нашем канале о жизни, работе и все ответы на ваши вопросы и так дальше. Так что, ребят, короче, планы грандиозные. Остается только вам подписываться, следить за нашими новостями, оставаться на нашем канале, поддерживать, лайкать и так дальше, чтобы ничего не пропустить. Ну, а мы идем дальше гулять и наслаждаться вот этой красотой, пока ничего не растаяло. Так что, увидимся уже в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Ура! Полетели! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я уже. Уху-ху-ху! Ой, жопа моя! Ой! Ой-ой-ой! Ой, дуренька! Бл***! Опа! О! О! Хорош! Хорош! А! Хорош грибанулся! Развлечение, на которое мы заслужили в этом году. Хорош грибанулся! Давай я без камеры сначала попробую. Нет, ты моя, все, путь, поехали. Нет, брукли, все, я не хочу, я боюсь. Давай, давай, давай. Да ничего не будет с этой камерой, поехали. Да, есть! Держи, ладно, я буду сверху. А! О! Подымай ноги, мама! А! А-а-а! А-а-а-а! Телефон живой! Привет! Привет! Телефон живой! Телефон живой! Субтитры создавал DimaTorzok